Всем привет! С вами я, Виктория Исаева, писатель и видеоблогер. Я Алексей Кресиков, психолог-консультант, когнитивно-аналитический психотерапевт. В общем, умный человек. Сегодня с умным человеком хочу поговорить на умные темы. Об этом узнаем попозже, насколько умный. Все относительно. В общем, решили сегодня с Алексеем поговорить о любви. Что это такое, откуда берется, почему к одним берется, а к другим не берется, и куда это потом девается. С точки зрения умных людей и науки, вообще, любовь-то что такое? Вообще, это большая проблема. Потому что, да, мы занимаемся неврозами долго. И вот эта тема про любовь, вот эта тема про то, что там происходит, это вот сейчас мы пройдемся по этому. Но у тебя установочка, любовь – это проблема. Это проблема, потому что любой психиатр скажет, что там много проблем. Не, ну, когда девочку отковыривают от асфальта, знаешь, которая головой вниз 30-го этажа летела, 18 лет, потому что ее бросил мальчик, а она считает, что больше никого не найдет, он был единственным неповторимым, и больше этого не случится, и у нас возникают реальные трагедии по этому поводу, и это проблема. Плюс то, что люди вылетают вообще на много лет из качества жизни, потому что они расстались, они пережить это не могут. То есть влюбляться – это плохо? А сейчас это обсудим. Ты вообще что думаешь по пути? Как у девочки, ты что думаешь? Я, как позитивная девочка с хорошим жизненным опытом, думаю, что любовь – это круто. Это вообще то, что движет миром, движет мной лично, и, в принципе, это все, что нам нужно. У тебя, если есть любовь к работе, у тебя всегда будут деньги, хорошая работа. Если есть любовь к мужику, у тебя с ним все будет нормально, так или иначе, да, то есть раньше или позже. Настоящая любовь – не любовная зависимость, не страсть, не влечение, не влюбленность, а настоящая, вот чистая, как кастрюля любовь. Кастрюль бывает разная. Я говорю про чистую кастрюлю. А что они тогда вот так переживают, когда они расстаются? Это любовная зависимость, это желание быть любимой, это не любовь. Это «я хочу, люби меня, Леха, люби меня, я не могу спокойно жить, если ты не будешь меня любить». Была депрессия, конечно, в школе там? С медицинской точки зрения, как вот вы расцениваете депрессию, такой нет, чтобы от асфальта меня отскребали. Не, ну это понятно, тебя бы не собрали бы сейчас, если бы… Ну невзаимная любовь у меня была, как у любого нормального человека, естественно. Но это же тоже свой кайф, от этого можно получить кайф. Да, но это тема мазохизма, конечно. Там всплывает, кстати, по Фрейду же эта тема, вот мазохизма, она же нам, конечно, присуща. Ну ты Кристиан Грей, я балдю. Вот эта вот, знаешь, тема, вот попричинять себе больно, повспоминать, поставить песню, поплакать. Хорошо, хорошо, а ты любимый, у тебя была вот любовь? Давай про другое. Ну давай. Слился вообще, слился. Ну давай, хорошо. С точки зрения науки, любовь-то что такое? С точки зрения науки, любовь-то аффект. Это аффективное эмоциональное состояние. У нас вот есть некая середина в эмоциональном обреагировании. Если мы ее переходим, у нас теряется логика контроль. Мы начинаем делать странные поступки, как от позитивного аффекта, так и от негативного. Ну, например, когда злость берет вверх, да, и злости слишком много, ни разочарования, ни сожаления, а именно гнев, злость, то у человека планка падает, начинаются кровопролития, и слова, которые не надо было говорить, действия, да. Также в позитивном моменте. Вот любовь – это такой аффект позитивный. Вот что нужно, чтобы вот всегда, все девочки спрашивают, что нужно, чтобы мужчина у тебя зааффектился? Сейчас расскажу, но это будет жестокая история вообще. Давай, я люблю тебя. Но тут будет много нюансов. Так вот, вот этот вот пик момент, да, вот аффект, вот этот народ, цветов, зина, выходи, вот это вот творчество в этом аффекте. Прикол в том, что аффект всегда имеет начало, середину и конец. То есть пиу-пиу. А потом говорит, что ты меня уже разлюбил, ты уже не так как-то по балкону, ты уже не лазишь, как раньше лазил. Ты хочешь сказать, что у настоящей любви есть срок годности, а потом она как бы протухает, села батарейка и все? Она не протухает. Вообще во вселенной все движется по очень четкому циклу. Месячно у девочки двигаются по циклу. Солнце встает, садится по циклу. Сердце бьется по определенному циклу. Человек рождается, зреет, умирает. У нас вообще во вселенной все идет циклично. Циклично. И делать иллюзию про то, что все должно быть как-то вот так или вот так, черно-белые полосы, взлеты, падения, начало, конец. Но сколько в среднем цикл любви ты считаешь? Смотри, есть понятие взаимоотношения людей, есть понятие любовь, о которой ты узнала из книг, о которой наши зрители узнали из стихов. Мы сейчас подразумеваем бабочки в животе, физические ощущения, которые ты взяла. Давай про бабочки. Давай. Какого цвета бабочки? Синие и розы. Хикоришь меня. Смотрите, в принципе, есть четыре основные. Я не буду сейчас очень грузить нашу аудиторию в физиологии, да, там какой-то. Есть, ну, по-простому так. Четыре основные компоненты. Четыре основные компоненты, которые, если совпадают, начинается жопа-жопская. Вот это вот. Первое – это внешность. Как у нас мозг внешность, да, фокусирует? Какие-то книги, кино, парни, девочки, брови, глаза, нос. То есть попадает на степаж? Проще говоря, да. То есть из мозаика создается некое понимание образа. Вот это первое. Ну, ты видишь мальчик красивый, симпатичный, твой, не твой, там, брюнет, блондин, голубые глаза, там, зеленые, серые. Вот это вся фигня, да? Это первое. Дальше возникает некоторая психологическая совместимость. Тема общения, комфорт общения, общие темы. Бывает так, что парень красивый, девочка симпатичная, сидишь и... Часто такое бывает, и сразу понимаешь, что, блин, ну, как бы, да, не алло. Если вам есть о чем поговорить, если у вас есть общая тема, вообще второй вариант прошел. Хорошо. Третье – это некая такая энергетическая история, да, где ты бывает так, что у тебя парень симпатичный, вам вроде как есть о чем поговорить, девочка хорошая есть о чем поговорить, близко садишься, за руку берешь, или как-то подходишь на расстояние, там, меньше метра, и какой-то дискомфорт, неприятно, да, как-то вот, что-то не то. Ну, ребята понимают, да, о чем мы говорим. А если вот все-таки это совпало, и ты еще начинает вибрация внутри, да, вот такая происходит, третий вариант совпал. Ну, и четвертое – это постель, это сексуальные отношения. Если его инструменты, ее, так скажем, приемник, да, грубо говоря, если они могут в унисон дополнять друг друга и чувствовать друг друга, ну, проще говоря, если секс классный, вот если эти четыре состояния зачтутся в один промежуток времени, вот это поднимает очень серьезную, реактивную эмоцию, и у человека вот просто слетает момент какой-то, и начинается этот вот «Зина, выходи!» Я чувствую, Красиков немало времени провел под балконами, кричу «Зина, выходи!» Да, песок, по которому ты ходила, знаешь, вот это вот, лизать там. Лучше, по-моему, лизал что-нибудь другое мне. Вот, значит, по этому, чем песок. Тем более не факт, что она одна по нему ходила. Ну, смотри, то есть правильно ли я понимаю, что когда четыре фактора совпало, скакнула шкала, фактически это аффект, ну, примерно как наркотическое, алкогольное опьянение, только тащит тебя сильнее и более продолжительно. Это эмоции. Вот, например, ты зашла там с кем-то в какое-то место, кто-то там что-то сделал, вы разозлились, подрались, он поднялся, планка упала, разрядился. А любовь – это как укол пролонгированного препарата, который рассасываться будет, ну, как правило, долго, да? Ну, примерно сколько? А ты знаешь, здесь по-разному. Бывает так, что вот эта вот влетела история, да, эмоция началась, и у всех вот по-разному. Это интересная тема, потому что как быстро это будет выходить за рамку аффекта, а даже когда и выйдет, а выйдет по-любому. Вот это вот наши ребята должны понимать, что это в какой-то момент выйдет за рамку вот этого аффективного состояния. У кого-то это может быть быстрее, у кого-то медленнее. Тут очень важные нюансы. Но очень важно еще то, как они будут себя вести, вот, когда это выйдет. Либо это закончится вообще на ноль, либо это закончится хорошей, интересной совместной жизнью. Ну, то есть ты считаешь, что человек не хозяин своих чувств? Как раз так и хозяин. А раз он хозяин, я хочу продлить аффект, я хочу наслаждаться любовью всегда, безлимитно. Я не хочу, чтобы она через три года переросла, вот это мне нравится, в дружбу и уважение. Да, мы будем сидеть, дружить и уважать друг друга. Я не хочу дружить и уважать, я хочу. Дружба и уважение – это как раз вот эта вот пролонгированная история за эффектом, да, когда вы вместе, у вас уже не так вставляет секс, потому что так иначе это будет притупляться. Ну, слушай, ну давай опрос проведем среди наших зрителей, те, кто в браке больше 20 лет. Ну, хорошо, сколько у тебя были максимальные отношения? Когда у тебя секс начинал? Я вообще экземпляр не очень хороший для социального изучения. Ну, два года. Ну, два года, то есть два года и потихонечку, да? По-любому, если ребята не будут понимать, что надо внедрять какие-то эмоциональные вставки, да, в жизнь даже пары, начнутся проблемы. То есть, если мы говорим сейчас, вот ты говоришь про постель, почему вот развиты такие вещи, как ЖЖМ, да, там ММЖ, свинг, какие-то там БДСМ-культура туда же? Потому что нужно какие-то эмоции в пару заводить, иначе это будет просто штиль, который протухнет, как ты сказала. То есть ты думаешь, что подзарядить батарейку любви это только каким-то сексуальным извратом, возможно, на уровне психотерапии, работы с собой, личностного роста? Ну, извратом не знаю, но если говорить про кинуть опять в аффект, то тут опять должны быть какие-то яркие истории. Как правило, вот эта тема в сексуальных интервенциях, вот эта вот, да, в сексологии, она как раз дает вот этот драйв. Либо, наоборот, часто знаешь, что вот у нас, в нашем институте, где я учился, есть сексолог, очень популярный в России, и вот там как раз мы обычно разбираем тему, да и в практике это очень часто, это тему измен. Да, вот почему люди изменяют, зачем им это надо, как они будут договариваться или не договариваться. По статистике в Европе, и вообще, в принципе, почему по статистике пары какие-то дольше в отношениях, которые так или иначе в сексуальной жизни способны как-то ее разнообразить. Либо открыто, либо не открыто, просто об этом мало кто говорит. А мне интересно, ну вот ты, тем более ты психолог, ты своими чувствами умеешь управлять? Ты можешь по желанию влюбить, влюбить себя, подогреть, или наоборот, разлюбить, загасить? Мы же не можем заставить вдруг полюбить зеленые глаза, если они тебе не очень, да? То есть тут управлять вот этими нюансами какими-то нельзя. Можно управлять эмоциями. Вот я, да, на своем канале, ты, может быть, видела, да? Мы как раз говорим про управление эмоциями, чтобы из негативных даже эмоций перевести их в более рациональные. Ну, проще говоря, между местом злости, разочарованием, местом гневом, сожалением, да, озабоченность некотая, то есть оно не гнев, не стыд, не вина, не страх, да, то есть не патологические эмоции, которые нами управляют, а именно золотая середина. Да, я сожалею, что так получилось, но так бывает в жизни. Это, конечно, печально, но я прекрасно понимаю, что жизнь продолжается, и я надеюсь, что меня ждет впереди что-то новое. А не так, все, какой кошмар, он от меня ушел, больше никого не найду, только он меня любил, только она для меня была единственная, жизнь закончилась, все, тупик впереди, тишина, темнота, безвыходность и добрый вечер, депрессия. Как ты можешь объяснить тот факт, что я вот, например, у меня стаж отношений 10 лет плюс? Грустно. Как ты можешь объяснить то, что сейчас мои чувства и моя любовь намного мощнее, сильнее, круче, яснее по всем четырем пунктам, чем в начале? Объясню. Вот смотри, вот вы встретились, условно говоря, 10 лет назад. Вот это вы. М и Жо, да? Да. Идет время. Вот эти четыре темы, которые мы обсуждали, это вот одна компонента, как вот нашли друг друга. А потом возникают профессиональные, финансовые, семейные, личные, там, энергетические, эзотерические. И начинается движение пары, да, движение двух личностей, потому что вы изначально разные объекты. Ты вообще свой объект, твой мужчина свой объект. У вас разные семьи, разные воспитания, разные дедушки, бабушки, разные гены. Все разное, гормональный фон разный. Вот вы независимые, вот вы вместе, и вот вы начали двигаться в этой жизни. И вот здесь смотри, что происходит. Вот если девочка начинает карьеру или личное развитие, духовное развитие, а мальчик садится на диван, начинает пукать в диван, кричать «Россия!» с фисташками, и начинается вот такая история, все, они не попадают. Она говорит, блядь, что происходит? Эй, говорит, алло, я что-то не понимаю, ты что там делаешь? Да, нормально, все хорошо, сейчас я вот начну, пару лет, подожди. И начинается вот этот дисбаланс, она говорит, блядь, я тянуть не могу, и бросить жалко. И как это вообще, я же не должна его бросать, он же такой хороший, ну как бы он, правда, не немощный у меня, но все хорошо. Вот, и либо она начинает сидеть дома там, да, а он там старается, старается. То есть вот эти моменты, вот почему, отвечая на твой вопрос, скорее всего, ты говоришь о том, что вы развиваетесь так или иначе синхронно, так или иначе дополняете, то есть ты делаешь шаг, он делает шаг, он делает шаг, ты подстраиваешься, и вы друг друга взаимным уважением и пониманием, да, вы толкаете на развитие синхронное, поэтому у вас и так или иначе, даже если есть какие-то расхождения, они минимальные, которые можно нивелировать, а бывает так, что пары прям вот, опа, и разошлись. Ты говоришь так, как будто вот у тебя будет три года любви, и потом ты будешь сидеть и уважать там свою жену до конца своих дней. Не три года любви, смотри, я про то, что есть понятие аффект, но понятие потом отношения, вот то, что если вот мы говорим, да, вот эта вот гармония, ее тоже можно назвать любовью, когда у вас все хорошо, просто пик эмоций будет не такой яркий. Ну, согласись, что вспомни свой первый год, первое знакомство, пик. Спроси меня, хочу ли я это повторить, вообще ни за что, не вариант. Ну, потому что это, блин, это на маятнике, вот так вот, аффект это всегда на маятнике, от счастья к просто бездне. Да, а сейчас уже некая такая хорошая, четкая история, да, эмоциональная, вот она такая вот, хорошее движение. Вот я про это и говорю, вот это можно назвать, хочешь, назови это любовью, хочешь, назови это отношениями, да, но мне проще понимать, что есть любовь, вот этот вот эмоциональный пик, влюбленность, аффект, а потом начинаются отношения. Вот многие здесь путают, вот ты говоришь про то, что у нас много лет хорошие отношения, у нас семья, у нас вот четкое взаимодействие, да, в которое вы можете добавлять пики, перчику подкидывать там, в постель подкидывать там, в пепероне, перец, да, еще там что-нибудь подкидывать куда-нибудь там, какие-то там разогревающие, ну, не важно. Да, вот именно вот про это. А большинство людей, они просто, понимаешь, они начитались некоторых таких вот сказок, знаешь, какая самая вот веселая из терапии убеждения? Мой первый мужчина должен быть моим мужем на всю жизнь. Раз вариант. Вот я уже, вот, это просто я вот так вот, из практики, да. Второе убеждение. Муж должен быть один на всю жизнь. Или, если я разведусь, я конченая женщина. Если я выйду замуж второй раз, все будут говорить обо мне, что я там шлюха. Ну, вот эти все вещи, они настолько мешают людям двигаться, развиваться, ну, ты понимаешь. Ну, в общем, я понимаю, что ты любовь рассматриваешь с точки зрения человека, который постоянно сталкивается с ее последствиями, причем плохими последствиями. Да, да, да. А вот я вот, твои зрители, у тебя же девочки пишут, да? Да, да, да. Ну, мы все такие, знаешь, на любви к жизни, в принципе, на любовь, вот, 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 все спрашивают, как измениться, как изменить себя, там, как изменить мужчину, там, жизнь, как, как изменить, никак. Или ты наполняешь это любовью, и тогда это меняется, потому что меняется твой угол зрения. Не знаю, мне кажется, что вот это то, что ты говоришь, вот это... Оно происходит потому что... Не потому что столько-то времени прошло, а потому что у тебя спали розовые очки. Да. Ты встретила мужчину, ты на него смотрела через розовые очки Эти розовые очки, это вот этот пик Потом пик закончился, и у тебя открылся Вася таким, какой он есть Розовые очки нужны после свадьбы, а не до нее Вот в чем суть-то, фишка Ну, не знаю, можно чистить, надо чистить Негативные эмоции, обиды, страхи, вот это все Вот тема про розовые очки ты очень правильно подметила Потому что если их называть розовыми очками То я бы рекомендовал нашим зрителям, девчонки, парни Прежде чем заводить семью, детей Вы поживите вместе Хочешь, я расскажу традиционную для Российской Федерации историю Мальчик и девочка познакомились Они начинают встречаться Через какое-то время начинаются ссоры, скандалы Они там ссорятся, не ссорятся Она говорит, блин, что-то не то А потом они все-таки помирились Потом опять поссорились, потом опять помирились И им все такие говорят, ну, вот, ничего страшного, это нормально Потом он дал ей в бубен, она разочаровалась Потом он приполз утром с цветами, она его простила И говорит, вам надо пожениться, вы же уже три года вместе Все указывает Да, ну, как бы, три года-то надо новый шаг делать Она говорит, ну, ладно, надо, блядь А то у вас отношения не развиваются Да, говорит, вы же три года вместе, отношения не развиваются Надо делать новый шаг Она говорит, блядь, у меня челюсть болит Она говорит, нет, надо шаг новый делать Они выходят, значит, там-там-тарам-тарам-тарам-там Значит, рожа бьют друг к другу Продолжается история, что все опять плохо, то они расходятся, то они не расходятся, все их мерят, проходит еще два года, очередной скандал, опять нарву цветов, и подарю букет, прости меня, любимая она свингал, все хорошо, да, она говорит, блядь, не знаю, что с ним делать, и им говорят, вам нужны дети, это вас сплотит, сплосет, пять лет уже вместе, вы что, пора, вам уже скоро. Дурное дело нехитрое, порой, да, у них рождается ребенок, начинается геморрой финансовый, геморрой по ночам, вот это все вот, да, еще хуже, и в итоге они все равно разводятся, она одна, с маленьким ребенком, он где-то там, блядь, уже непонятно где. Вот это стандартная история в нашей стране. Вот так Красиков понимает любовь по-русски, но ты романтик, Леха, вообще. Это такая некая социальная история, это глазами психотерапевта, ребят, вот на нашу страну. Вот так не должно быть, это не круто. Я так для этого здесь и нахожусь с тобой, чтобы объяснить людям, что как это выглядит вот со стороны, потому что ты вот, если бы со мной эту неделю поработала, я тебе говорю, ты бы посидела бы просто, ты бы вот так вот рядом бы сидела, сказала, ебена мать, как это вообще ты выдерживаешь, да? Потому что вот ты живешь вот как девочка, да, у тебя жизнь прекрасна, а я живу у патологии. Я тебя завидую, ты счастливый человек, Вик, вот реально, у тебя все классно, ты на позитиве, ты улыбаешься, а я шесть дней в неделю работаю с последствиями вот убеждений. Поэтому, ребят, вот лично от меня, но вот лично от меня, с точки зрения патологии и клиники, я вам искренне рекомендую, прежде чем делать вот эти шаги свадьба и дети, особенно дети, потому что свадьба, еще печать там еще ладно, да, там еще можно эту историю разрулить. Это все-таки просто-напросто социальные какие-то нюансы. Но если дети, то тут уже все-таки ответственность перед человеком, который вообще не виноват в том, что мама и папа дураки, блядь, знаешь, ну вообще, а потом эти дети приходят к нам на терапию со словами, когда я была маленькая, мама с папой там прикладывали друг другу сковородку в затылы, понимаешь? Вот почему у нас столько неврозов, потому что необразованные ребята, и я надеюсь, что наша с тобой работа вложит вот эту лепту, чтобы они хотя бы понимали. И последнее, что я хочу вам сказать, будьте честными с собой. Вот если вы чувствуете, да, вот согласись, из юности, да, вот ты иногда, ты же понимала, что что-то не то, вот понимала, что как-то уже... Не так. Уже что-то не то, а ты тянешь, и тянешь, и тянешь, и тянешь, вот как-то кота за левое яйцо, понимаешь, вот оттягиваешь, а-а-а-а, да, и все равно в какой-то момент это срывается, и ты говоришь, блядь, ну в три года я это протянула. А есть такое понятие, как внутренний конфликт, да, который соматизирует тело. Поэтому, ребят, будьте честными с собой. Девчонки, парни, я вам советую, запасайтесь розовыми очками. Они у вас сначала при встрече будут вам прилагаться автоматом, да, вы их получите, вы посмотрите, вы влюбитесь в эти недостатки, за которые вы потом будете распиливать и уничтожать своего мужчину. Но вы, а-а-а, он плохой парень, ой, как он курит сексуально, уф, потом, а, сволочь, ты куришь, балкон провонял, да, то есть, а когда-то ты влюбилась, потому что он сексуально курил, потому что это было круто, это, он плохой парень, все как ты любишь, да. Вот, запасайтесь этими розовыми очками, не то чтобы берегите их, просто будьте их готовы надевать постоянно, постоянно. Вы будете потом видеть человека в естественной среде обитания, в его реальном лице, в оплощении, привычках, всем. Но это не значит, что надо сразу же сконцентрироваться на его недостатках, что надо их культивировать, что надо о них ему рассказывать, рассказывать маме, подругам, соседям, за них его бить сковородкой. Блин, вспомните о том, каким он был, когда вы его увидели, посмотрите на него глазами любви, вот, серьезно. И смотрите на него глазами любви как можно чаще, и парням то же самое, потому что если вы это не сделаете, это сделает другой человек, вам это вообще не понравится. Ребят, оставьте свои комментарии, мы тут не претендуем на роль гуру в женском, мужском обличии, да. Я согласна. У меня позиция практическая в виде последствий патологических, да, и последствий. У Вики свой посыл, свой позитив, да, свое видение. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, нам будет интересно. Но если хотите, предложите тему к дополнительному обсуждению, мы обязательно прочитаем и учтем ваше мнение. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, если вы хотите еще совместных видео, подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что еще увидимся, да. Да, до встречи. Подписывайтесь, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok